И ни Егор, ни Вавила в Камышовку не заходили ни разу. Все села не обойдешь. И сегодня шли стороной, спешили засветло добраться до соседней деревни, где эсеры завтра собирались приходить на митинг. Впереди шел Вавила, по переду весь, широкоплечий, сероглазый, выцветший солдатской одежде. Через плечо перекинута палка, а на ней болтались узелок с провиантом, да и порыжевшие ботинки. Егор узкогрудый, сутулый. Идет он устало, рывками, будто ноги от грязи отдирает. Бородинка клинышком, с проседью, набок, словно ветром, ее закрутила. Перекорячила. Староват Егор, и трудно ему поспеть за товарищем. А вокруг покосы вовсю. На полях озимая в трубку выходит, овсы зеленеют. Егору надо все оглядеть. Вон озеро справа, и уток на нем, что мошки той. И девка сидит у воды. Ба! Да это же Ксюха! Откуда бы тут? И как закричит во весь голос. Вавила! Постой! Вон же! Вон Ксюха! Ля! Какая? Да наша Ксюха! С Богом Дарованного! Жизнь! Какие законы управляют тобой? И как их узнать? Как? Живут люди, работают, дружат, роднятся. Собираются вместе жить до конца дней своих. И тут ни с того ни с сего ты раскидываешь их в разные стороны. Ни собрать. Вот не присядь, Ксюша, сейчас сегодня у озера. Не выбери, Вавила с Егором, именно эту тропу. А тропок ведь сотни здесь в сепи. И не пройди как раз в этот час, в этот момент, сегодня. Да пройди даже на полчаса раньше, или просто не взгляни, Егор, сейчас на озеро. И не встретилась бы, Ксюша, с товарищами по прииску. И дальнейшая их судьба сложилась бы совершенно иначе. Услышав голос Егора за сотню верст от родного села, Ксюша даже перепугалась. С ума схожу. Брежу. Вскочила на ноги и увидела перед собой действительно Егора с Вавилой. Вот она, борода на кикась. И, опрокинув корзинку со щавелем, кинулась им навстречу. Искала глазами Аграфену. Петюшку, капку, лужку. Уж если с далекой степи явились Вавила с Егором, Так почему же не оказаться тут всем, всем вместе, с копом? И зажить новой жизнью, будто старого и не было, будто и не было горя. И в душе как-то сама собой зазвучала та песня, что Вавила певал под гармошку Михея. «Смело, товарищи, в ногу!» Ксюша остановилась в шагах в шести от Егора. Вспомнились святки. Ксюшу, хозяйку прииска, Егор, Аграфена, Иван Иванович, Просили отдать прииск рабочей артели. Отказала тогда. Прииск приданным был. Боялась жениха потерять. Вот так вот. Лужка хозяйка ее обругала. И показалось тогда, что с друзьями по прииску рассорилась на всю жизнь. Так нет же, Егор навстречу идет. Улыбается. Руки раскинул, будто обнять хочет. А он простодушен. Он мог все забыть. Но Ивавила, кажется, рад. И, свернув стропки, идет ей навстречу. Родные, не сердитесь. Не чаяло встретиться. Праздник нынче какой у меня. Не разбирая, пристала ли девке бросаться на шею чужим мужикам, кинулась Ксюша к Егору. Обняла, прижала щекой к его бороде. Накикась. И слезы большого нежданного счастья так и подступили к горлу. — А вы как попали сюда? — А ты? Как ты тут очутилась? — Стой, Вавила. Первонаперво с гостей надо хлебец преломить. А уже расспрос и потом. У меня самого язык зудится, как корпевой настеганный. А ну-ка, скидай узелок с харчами. — Идти еще далеко. — Успеем. Никуда от нас СССР не убегут. Надо помочь мужикам накрывать на стол. Но за радостью встречи Ксюша забыла про обязанность женщины. Присела на корточки, теребила концы головного платка и смотрела то на заскорузлые с вздутыми венами руки Егора, то на круглую, как из овсяного ости, бородку вавилы. Мужики выложили на потертый Егора в шабур калач, яйца, сваренную вкрутую, пяток огурцов, вареную картошку и бутылку топленого молока. Что еще надо? — Дядя Егор, вот же радость! — Вавила! — Ну, прям не верю. — А графена-то где? — Петюшка. — Вавила. А Лушка не с вами? — Ой, я дурная какая! У меня же есть щавель и шаньга. — А Иван Иванович-то где? — На прииске, Ксюша. — Что по-прежнему? — Что изменилось? — Степенно рассказывал Егор. — Лушка ребеночка ждет. — И скоро? — Да вроде вот-вот уже. — Так, что ли, отец? — Молчит. — Они, Ксюшенька, мужики, все так. — Как курочку звать, кукарекает на полсела, да. — А как яичко снести? — Так курочка квохчи одна там, выталкувай. — А мои что? — При мне, Ксюшенька, при мне жили впроголодь, а без меня я даже не знаю как. — Посылал Вавила на прииск кое-что передать. — Спрашивал Аграфену. — Так знаешь ее? — Живем, — говорит Егорушка, — вот тебе весь сказ. — Да какое там живут? — Золото моют, как мыли, в ваницкий карман все. — Все туда стекает. — А про Ванюшку твоего всякое сказывает. — Сам не видал. — Врать не стану. — Женился? — Сказал, — врать не стану. — Садись-ка поближе. Встречу отпразднуем. — Ух ты, ради такой встречи туесок медовухи бы, да? — И скажи ты, где встретились-то, а? — У озера. — На пустом бережку. — А ты живешь-то где? — В Камышовке. — У председателя Потребиловки. — У Святоши Эсерского. — А с Исой? Чужим людям сказала тогда, а в карты проиграли. На заимку увез. Изгалялся. Сбежала. — Чужому можно не такое сказать, если встретился с ним случайно. Обстоятельства принудили жизнь приоткрыть, и, думаешь, больше с ним не увидеться. Тогда все одно, что чужому сказать, что на тот ветер пустить. А знакомому открываться или души выплакивать, жалость выпрашивать или сердце рвать. И осветило, как отрубило. — Ушла я. Здесь работаю. — И зазря вы Бориса Лукича ругаете. Зазря. Он шибко хороший. За народ болеет аж страсть с утра до ночи. Вы-то как очутились здесь? — Можно и отшутиться, или сказать «революцию делаем». Вот и все. Вначале Вавила так и хотел сказать, но неожиданно изменил свое намерение. Отложив надкушенный огурец, стал подробно рассказывать о хождении по селам, о выступлениях на митингах, о ячейках большевистски настроенных крестьян, что удается оставить в селах после себя. — Зародиться, зернышко. — В деревнях нам ночевать нельзя. Иван Иванович не остерегся, пришел на пристрель бела дня, а к ночи исчез. И куда его увезли, никто не знает. На словах у нас будто свобода, да. А на деле — как всегда-то. И тут вспомнили Ксюша пасека-савы. — Да, Николашка будто спихнули, слыхал я. А свободы вот не видал, не было. Врать не буду. Нет ее той свободы. Нема. Рассказывал Вавила и следил за каждым Ксюшиным жестом, за каждым движением ее губ и бровей. — Была ты нашей помощницей, другом, когда в шахте Михея убила. Хозяйкой прииска. Пыталась не то заигрывать с нами, не то и вправду дружить. Мы в деревне за каждого человека бьемся. И кто тебя знает? Может быть, снова станешь помощницей? Кто знает? Узнать бы поподробнее, почему сбежала с Исоем, почему ушла от него. Но лучше пока не касаться убега. Такие вот мысли. А сказал совсем другое. — Так вот, Ксюша, работаем на революцию и ищем по селам товарищей. — Вот так. Ты на прииске, когда забастовка была, нам иногда помогала. — А как же? Только я в толк не возьму. — Был в царь. Ты против царя шел. — А сбросили царя? И настала свобода, как скажет Борис Лукич. Народная власть. — Зачем же тебе еще и та революция? — На кой она тебе сдалась? — Эх, есть захотелось. А ты всегда всю жизнь супротив. — Отломи мне, дядя Егор, еще калача да и огурчика дай. — На, угощайся. — Свобода. — Неужели ты не слыхала, что в селе Луговой у попавом баре сидят мужики, а? — Ну да. Свободу нюхают, — добавил Вавила. — Ксюша знала Вавилу как шутником и балагуром, а тут услышала в его голосе зло. Таким же голосом он с Ваницким спорил. — Но сейчас-то Вавила не прав. Борис Лукич сказывает. — Поведала Ксюша, что луговские мужики — хорошие люди. Они ее накормили, дорогу ей указали. Их судьбой сейчас занимаются многие. Борис Лукич сам в город ездил и письмо написал самому-самому главному, в Питер написал. И попадет попу Константину, чтоб правду не нарушал. — Вот как зла на попа Константина. — И то жалко станет, как шибко его накажут. — Да. — Ты нам лучше расскажи, как в Камышовке люди живут. — Обычно. — Как так обычно? — Кулаки есть? — Бедняки и фронтовики. — Недовольные. — У вас же заготовительная контора Ваницкого. Неужели ничего не приметила? И живешь с замкнутыми ушами и закрытыми глазами, а? — Я? — Даже на колени пристала Ксюша и на вкусный огурец отложила. Возмутили слова Вавилы. — А крыть-то нечем. Призналась себе, что и правда не видит людей. Ну, разве что в лавке. Но хотелось хоть чуть, но оправдаться. Нам Борис Лукич газеты читает про войну все. Ох, ох, сколь сил надо, чтобы немца побить. Большаков каких-то шибко ругает. Прям не люди они. — А кто? — И сказать не могу. Вот увидела и сразу узнала. Лохматые, морды такие злые. И Вавила от души рассмеялся. — Ты на меня посмотри, а? На Егора вот, а? Какая морда? А? Такая? — Ты что, за большака себя выставить хочешь? С другими шуткой. А вас-то не первый год обоих знаю. А все же свобода пришла еще не для всех. И рассказала про Васю. Хороший он, а его травят в селе. Как подумаю про него, так жалость берет. Приласкал бы его, как брата. А подойдет и брезгу им, как лягушкой. И завсегда так. Только на расстоянии жалею. — А ты говоришь, живем, как обычно. — Угу. — Укорил Вавила. — Помнишь, Ксюша, на Богом Дарованном мы создали комитет? Таких бы людей нам в камышовке найти, как Федор, Михей. — Не забыла, кстати, Михея? — Не забыла? — говорил и торопливо укладывал в мешок остатки хлеба и два огурца. — Такое не забывается. — А ты забыла, почему он погиб? — И клятву нашу забыла. Михей-то тоже был большевик. — Не веришь? — Вот честное слово тебе даю. — И на этом и распрощались. Ушли. Обещали скоро зайти в камышовку. Обещали, если будут на прииске, передать от Ксюши привет. — Всем-всем. И товарищам, и тайге. Всем выпишут. Ксюша долго смотрела им вслед. Эти удаляющиеся точки. Хм. Большевики, что ли? И вспомнился и веселый работящий Михей. Первый на селе гармонист. Первый парень, что сказал Ксюша робко. Может, вместе одной дорогой пойдем? На всю жизнь. Что? И он большевик, что ли? И уже за озером Егор спросил Вавилу. — А ты слыхал, Ксюхин, рассказ про Васю? — Да отстань, Егор Дмитриевич, отстань. — Не, не отстану. Лужка придет крестить. А поп ее спросит. — Кто у сына отец? — И что лужка попу ответит? — Мать-то девка, а сын подзаборник. Закон на коне не объедешь. Не перескочишь, еха. — Денег, скажешь, нет на женитьбу? — Слышь, друг прислал нам Петрович двадцать рублев на харчи. — Ужель мы с тобой на харчи не зарубим, а? Не зарубим, что ли? — Не веришь ты в Бога? И к попам не хочешь ходить. — Да и не ходи. — А на лужке женись по закону. — Слышишь? — Ты все грезишь революция, революция скоро. — Я не спорю с тобой. Может, она и скоро, та революция. И по селам вон с тобой хожу, шкандыбаю. И на митинках выступать научился. Все делаю. И я не меньше тебя ту революцию жду. А все же на лужке женись, покедыва не поздно. Поспорим на завтрашнем митинге с СССРами. Поспорим. Да и дуй. Не стой прямо. Прямо на прииск дуй. — Ну, конечным делом и я с тобой сзади, Пашкандыбаю. Как всегда так. Июньская ночь короче воробьиного шага. Смежил глаза на закате, чуть схрапнул, и все. На тебе. Рассвет. Доброе утро. А на рассвете, после тяжелого трудового дня, спится так складка, что, хошь, режь, как говорят врагачевы, хошь, живьем тащи в речку. Вот так. Разметалась лужка во сне на подушках, и от толчков, от побудки, только урчала в полголоса, как закипающий самовар. Ну, проснись ты, проснись тебе, говорят, будет то-то. Хоть сон и глубок, но лужка соображает, что до начала работы есть еще время, малость поспать. Не трогайте меня, значит. Да проснись ты, наконец. Вавила ждет. Ась сразу спросила, и сбросила одеяло, и села, опустив ноги стопчина. Глаза огромные, два колодца, как и не спала вовсе, а? Будильник. Добрый день. А графина рядом, седая-седая, худющая. Стекла в окне чуть синеватые. Где вавила? Да тише ты, оглашенная. Оглянувшись на дверь, графина прикрыл ладошкой рот лужки. Ну ты и спать здорова. Тут и сказала, как говорят врагачева. Хошь, тут тебя режь, хошь, на речку живьем тащи. И лужка сомкнула веки. Про вавилу, конечно, приснилось, как снилось вчера, и каждую ночь снилось. Под пиленным деревцем повалилось опять на подушку. Бердынь. Хм, как угорело, ругнула с графина. Тебе, говорят, вавила ждет. Вставай, дрэхуня. И тут уж лужкин сон, как метлой смело. Где? За Паскотиной. Вставай, говорю. Так че ж ты молчишь, метнула их с двери. А графина остановила. Сарафан хоть на день. Да меня подожди, вместе пойдем. Не, я быстрее одна. Торопливо накинула сарафан и, открыв дверь, уже на ступеньках обернулась к графине. Так где же вавила? У рогачевской паскотины. Говорюш. Придерживая руками живот, лужка пыталась бежать. Но тяжел живот. Выпирает. Не бежала, а семенила босыми ногами. И каждый пень, каждый поворот дороги, бугор, напоминали ей про вавилу. Тут он сидел на корточках и помогал жучку переплыть море, лужу, на сухом тальниковом листке. Странным тогда показалось такое занятие. Очень странным. У той вен пихты он рассказывал ей про остров, где живут одни мужики, и не поймешь, откуда они появляются. Проснешься, а рядом новый мужик. Говорил вавила. Да, новый. Опять речку переплывай. Звонарь, думала тогда лужка. А догадалась совсем недавно. Остров, где одни мужики, — это тюрьма мужская. Ох и длинная нонче дорога. Освавила, бывала, шла, аж досада брала. До чего коротка. Почему у Паскотина ждет? Мог бы и поближе. Знает же, не могу идти быстро на сносях. Ох, мужики! У этой пихты он меня за руку взял. И пиджак на плечи накинул. Тут, ладно, что хоть вспомнил. А я-то люблю его. Ну, как дура. И на глаза навернулись слезы. Лужка! Ась остановилась и в полумраке тайги, за пихтами ветками разглядела лицо Вавилы. Похудел-то. Страшно смотреть. Кто его там покормит? И, забыв про живот, кинулась в пихтачи и добралась до Вавилы. И, не в силах сказать что-нибудь, уткнулась в грудь мужику. Стой! Ну, не реви! Сжал ладонями Лужкины щеки. Щеки! И Вавила закинул ей голову и крепко-крепко поцеловал. И еще раз, и еще. Чмокнул. Не забыл? Не бросил? Родной мой. Схватил Вавила за руку и потащил его на дорогу. Идем же скорее на прииск. Я хоть тебя покормлю чем-нибудь. И Вавила удержал Лужку и, как а графена недавно, прикрыл ей ладошкой рот. Тише! Услышит! Иван Иванович где? Никто не знает. Пришел со степи, прилег отдохнуть и больше его не видели. Наверное, арестовали. Ойкнув, потащила Вавилу подальше от дороги. Стой! Рассмеялся Вавила. То домой, то в тайгу. И вдруг посерьезнел. Надо разузнать про Ивана Ивановича. А некому? Некому, согласился Вавила. А ты как живешь? Ничего. Прибирая землянку, ведя постирушку, да и часто и на работе, Лужка часами говорила с Вавилой. Забрасывала его вопросами. Но говориться с ним не могла. И о будущей жизни, и о делах на прииске. Обо всем на свете. Сколько вопросов вызывали близкие роды. Все разом исчезла. Обняла за шею Вавилу и смотрела ему в глаза, и слезы текли по щекам, ручейками. Ты сколь пробудешь у нас? Ну, только женюсь на тебе и уеду. Слезы текли, а лицо озарилось улыбкой. Слезы счастья? Да. И совсем девчонкой показалась Вавиле белокурая, голубоглазая Лужка с разводами слез на щеках. Шутишь? И опустил глаза на вздувшийся живот. Куда же еще жениться? Ну, именно поэтому. Какого отца ты сыну запишешь? Незаконный? А у нас самый законный, что ни на есть. Ведь правда? Ага. И холодом облилось. Да как же жениться-то будем, а? Сейчас лошадей пригонят. И только тут увидела Лужка, что рядом стоит Егор и зовет Аграфену, идущую с дядей Журой. Застыдилась и поцелуев Вавилы и слез своих. Все на свете. Поздоровкалась, закраснелась вся. Но Аграфена тоже припала к груди Егора и заплакала точно так же, как и заплакал Лужка. Нечего стыдиться. Дядя Жура стоял в сторонке и фыркал с досады. Ну, бабы, липучки, а? Чтоб прилипли там, а? Как те мухи на мед, а? Поналетывали. Дайте мужику хоть поздороваться, а? Вот бабы-бабы. А? Ну, здорово, Вавила. Живой, старина? Здорово, Егорша. Здорово. Да поспешайте. Путь-то далек. Шли к Паскотине быстро вдоль края дороги, чтобы, если появится кто, разом скрыться в тайге. Хм, как ворюги крадемся прям, с горечью думала Аграфена. А Егор все допытывал. Пади голодуйте тут. Сарынь как? Петюшка. Не притесняет тебя управитель-то? Все спрашивал. Все хорошо. Неизменно отвечала Аграфена. Жизнь она знаешь кака? Кака-кака. Когда на припасе, когда на квасе. Вот так вот. Управитель бы съел, да рабочие не дают в обиду. Вот так. Ну, сила, видать, рабочие стали. И утверждал, и удивился Егор одновременно. Не очень-то и сила, но и не прежнее время тоже. У ворот Паскотины стояли Кирюхин, Гнетко, запряженный входок с коробком, и Федорова чалуха в телегу. В коробке, обливаясь потом, сидела жена Кирюхи Катерина в цветастой шале, в плисовой жакетке на вате, в ботинках с галошами. И, увидев Лужку, всплеснула руками. Да что же ты, разбосикивавшись к венцу, а? Лужка оглядела себе и засоромилась. Мало что босиком, не чёсано, не мытое. Сарафан самый, что ни на есть, затрапезный. Весь в пятнах, затрапезный. Как же я, Вавила, переодеться мне надо. Я скоро вернусь. И хотел убежать, да Егор удержал её. Садись. Не то время пропустим. Вавила силком затащил в коробок. Дядя Журов громоздился на козлы свои, понукнув гнетка. Свернул на левый просёлок, налево, ведущий в степь. Айтя! Дорога не близкая, и можно обстоятельно выспросить, чем живёт прииск. — Цел ли ещё рабочий комитет? — Цел комитет, — ответила Лужка Вавиле. — Новых членов избрали. — Кого? — Ну, к примеру, дядю Журу. — Меня. — Меня, — говорю. — Удивился, небось? — Собираемся почти каждый вечер, спорим с управляющим прииска. Пока одного добились, как он кого увольняет, так мы лопаты в землю и бросаем работу. Всё, поработали. Этим мы с Аграфеной только и держимся, не то бы давно нас за шею же. И замолчала. И вновь полыхнул жгучий стыд за своё одеяние. Невесточка с засаленным пузом, ещё и брюхатая. Ох, матушки! — Стыд и срам! Стыд и срам! — Тут как-то так получилось, — договаривал неспеша дядя Жура. — Мы силу забрали, а больше похвастаться нечем. Штрафами управителя он вообще задавил всех. На работу гудок время знает, кочегарка гудит. А с работы, пока конторщик гудит, не прикажет работам. Всё. — Школу вон просили. — Школа, конторщик, гудок! — вскипел Лужка и попыталась даже приподняться в ходке. Да Вавила её усадил. — Сдурела! А вдруг и ухаб! Сиди! Не дрыхайся! Вот именно Вавила сдурела! — Всё б ей сразу, да? — И надо всё сразу, да? — Гречила Лужка. — Каждый из вас при получке не досчитывается. Кто рубль, кто семь гривен. И нюнит по ним, по углам. Как девка о девичьей потере, да? А чтоб так же объединиться, да крик поднять, да лопаты в землю, да управителя вызвать. Может, скоро и про штрафы в обычай войдёт. А пока Ваницкий наказал управителю. К тому времени, как Ваницкий ваш разрешит, девка, что нынче мамкину сиську сосёт, сама пятерых нарожает. — Фу, господи! Ты ей слово, она тебе десять! Ты ей слово, она тебе десять! Ты ей другое, она тебе двадцать! Шо-то таке! — О, Вавила, о-о-о! Заездит она тебя, кобыля-кота, а? Галя-балу она, а? — Правильно, Лужка, — поддерживал Вавила. — Правильно. Бабы сейчас огромная сила. А мы с Егором тоже про баб забыли. — Знаешь, Лужка, а мы Ксюшу встретили. — Где? — Эх, короткая дорога, всего сорок верст. А разве за них успеешь поведать о жизни за несколько месяцев? О встречах, планах, надеждах? — Надо Вавиле сказать товарищам, как действовать дальше. Это же не только свадьба, а военный совет перед боем. Под вечер приехали к небольшой кособокой церквушке в кособоком сельце Ручейковке. Когда-то село стояло на приисковом тракте. Тогда и избы были исправны все, и церковь нарядная, как богатая молодайка на масляной. Зимой скрипели полозья обозов. В трактирах заполность горланили песни. А что творилось осенью, когда с приисках возвращались ваташки рабочих? Ой, что творилось! Ой-о-й-о! Дым стоял коромыслом. В присядку ходило все сельцо. Незадолго перед Японской войной провели новый тракт стороной, и за пятнадцать лет почернело село. Все скособочилось. Молоденький поп, только недавно принявший приход, дожидался свадьбы в церковной старушке. Четвертную пообещали. Таких и святителей ждут. Конечно. Ожидаем. Томился поп и, припав к оконцу в мушиных точках, тоскливо смотрел на дорогу. Худющий, долговязый. Все, едут! Крикнул дьячок. Ну? И поп припал к оконцу и закрестился. Слава тебе, Господи! И рванулся встречать, как тетку с гостинцем. Но на пороге сдержал себя и вышел в церковную ограду неторопливо, придерживая левой рукой большой серебряный хрест на груди. О! Чтоб всем было видно! Придирчиво глядел свадебный поезд. Ни лент, ни бубенчиков. Сразу увидел. Две лошади в разнопряжку и все. Что-то за свадьба, а? И жених небритый в залатанной солдатской гимнастерке. Что-то таке? Ну, невеста, правда, да. Невеста принарядилась. В галошах смотрю. Ватный жакет надела. В жару. Священное таинство брака остается таинством, несмотря на запыленность бракосочетающихся. Сострил про себя поп и, проверив, что дьячок получил четвертную вперед, наперед, наперед, значит, все проверил, и только после этого пошел в алтарь облачатыйся. Отрабатывать надо. И тут лужку совсем разморило. Напившись в сторожке, она присела на лавку возле окна, где только что сидел поп, и как приросла к ней. А графина смочил лужке водой лицо, грудь. Стало немного полегше, хотя глаза хоть чуть-чуть приоткрылись. В церковь пойдем. Подожди. Остановила Катерина и сбросила шаль-жакетку. Надень. А то на невесту совсем не похожее. Галоши надень. И а графина сказала. Надень. Выйдя из алтаря, Поп удивился, увидя у Налоя другую, совсем другую невесту. Да. Но спорить не стал. Им виднее. Все было чинно, как на порядочной свадьбе. Горели свечи перед иконами, и приторный запах сгоравшего воска наполнил всю церквушку. Егор и Жура держали венцы над головами жениха и невесты. Потом Поп в парчевой малиновой ризе осталось от лучших времен. Водил молодых вокруг Налоя. Кругами водив. А дьячок пел торжественно «Исайя ликуй». Великое счастье наполнил Лужку. Жена настоящая. Вавила не верит в Бога, а ради нее даже в церковь пошел. Господи, вот бы мама увидела. Не пышная свадьба, но лучше хороший жених, чем сладкозвучные певчи и звон шархунчиков на хомутах. А жених, ох, хорош. Господи, и за что мне такое счастье? Крестил Лужка Истово благодарно. Хоть до утра побудь с нами, просила Лужка Вавилу, когда он после венчания сразу же собрался в дорогу. Я бы хоть посмотрел на тебя, на женатого-то. Вспомнил уже Ивана Ивановича. Мы тебя спрячем. Спрячем, да. И Вавила заколебался. А тут еще рядом стоял Егор, склонив голову на бок, и смотрел, как выпрашивал кусок хлеба. Петюшку бы посмотреть, умолял Егор. Вавиле самому хотелось хотя бы часок посидеть рядом с Лужкой, посмотреть ей в глаза. У нее такое измученное лицо, а глаза по-прежнему светятся. Надо бы с Журой тоже поговорить. Но Петрович наказывал ходить подальше от Рогачева. И ответил Вавила твердо. Луша, нельзя. Ухожу я. Давай поцелуемся на прощанье. Прости, что не так. Родишь, хоть весточку дай. Уже смеркалось, когда Егор и Вавила ушли по проселку, минуя большую дорогу. Лужка долго смотрела им вслед. Придется ли снова увидеться? Неужели таким навсегда и запомнится муж, уходящим в вечернюю серость? А графена стояла рядом и вытирала глаза уголком белого головного платка. — Вот и свадьбу сыграли, — сказала Лужка печально. — Хорошо хоть как-то сыграли, — ответила Катерина. — Поехали за Паскотину, там заночуем, а то лошади с рассвета не кормлены. За Паскотиной нашли уютную поляну с большим кострищем и шалашом. Тут, видно, не раз ночевали ни то обозники, ни то скатагоны. Хорошее, видать, место. Дядя Жура развел костер. У Катерины нашелся в мешочке хлеб, картопля, туесок, медовухи. И женщин только она одна знала, что едут далеко. — Ну, вот и свадебный пир, — сказала она, раскладывая припасы на холст. — Горько, Лужка, горько. Дай хоть я тебя поцелую за мужика, а? — Эх, бабоньки, жизнь наша короткая, а живешь так хоть еще укорачивай. И всплакнула своим мыслям. Муж безрукий, царынь, всех надо кормить. А все ж, какой не мужик, а в семье голова. Ежели хороший, конечно. Выпьем, бабоньки. Каждая за своего мужика. Выпьем. — Эй, кто тут? — раздалось вдруг с дороги. — Дружка? Тебя нам и надо. И четверо милиционеров на взмыленных лошадях подъехали к костерку. — Где Вавила? И зло лужку проняло. Вскочила она, как бывало в девках, подбочинилась, топнула, притопнула, словно сплесать готовилась. С вызовом скинула голову, а голос задрожал от обиды. Злющие бесенята так и сверкнули в глазах. — Прямо сейчас выскочат. — Спрятала Вавилу. Спрятала. Хотела сказать обидное для приехавших. Да схватилась за живот и присела. — Бабоньки, милые, да не как я рожать начинаю? — Борис Лукич возвращался домой в отличнейшем настроении. В соседнем селе он сегодня открыл филиал Камышовского общества потребительской кооперации. — ФИЛИАЛ! Сейчас и степь предгорья опутана сетью контор господина Ваницкого. Все сетью понапутовано. Все схвачено. Они дают в долг крестьянам деньги, зерно, и забирают у них урожай. Вот так вот. Последнее время стали делать закупки даже для армии. И туда сунулись. Ты понял? — На каждую шею хомут надевают. Социалист-революционер, — ругался Лукич. — Ну, слишком красиво степь, чтоб долго сводиться, и, понукнув коня, он снова предался мечтам. — За вторым филиалом откроем и третий, а там и десятый, недалеко. Вся Русь покроется сетью потребительских лавок, руководимых нами, эсерами. И наступит желанный покой. Обязательно наступит. За полной ненадобностью отомрут вонючие города. Останется разве что немного фабрик. Ситит все-таки нужен. Без него никак. А стекло? Железо на гвозди? На топоры? А зеркальца, ленты, колечки? Разные чужды, натуре? Все надо? Наступит социализм. Хорошо. Погода. Погода вон какая. И действительно, чудо погода стояла сейчас в степи. И солнце сияло, и зной невелик. Сладкий запах подвядшей травы доносился с покосов. Зеленое море вокруг. А далеко-далеко кучками серого пуха виднелись горы. Кучками. Будто сова растрепала рябчишку и бросила пух по краю земли. Разбросала. Тихие краски степи, неторопливый бег лошади. Все навевало покой. Люди должны улыбаться друг к другу. А где-то сейчас, может быть, ссорятся, может, даже и бронятся, подумал Лукич. Может, даже и плачут. И громом ударила мысль. Война! Там стреляют где-то. И вспомнилась ему картина в журнале Нива. Дорога с разбитой снарядом двуколкой. Сестра милосердия в белой косынке склонилась над раненым. А у дороги горят деревенские избы. И дальше, сколько хватает глаз, дымы, дымы, дымы. Даже в небе дымы от разрыва шрапнелей. Дымят дымы. Вспомнилась картина художника Верещагина «Братская панихида». Сотни убитых солдат, как в строю уложены на землю. И священник в черной ризе возглашает им вечную память. «Эх, надо напрячься, разгромить ту Германию, добиться полной победы и утвердить на земле вечный мир. Эх, скорее бы победа». Керенский организовал наступление сразу на двух фронтах. Газеты с восторгом оповестили об этом. Но газет давно не было. Где-то забастовали не то печатники, не то почтовые работники. Войска, наверное, уже подходят к границе с Германией. Эх, наверное. А вот и село. Улицы пустые, все в поле. Только кое-где на заваленках греются старики. Они первыми кланяются Лукичу. Уважают Лукича в селе. Уважают. А возле дома стоит Ксюша. Коса у нее за плечами, талия как перехват у снопа. «Гостиница ждешь?» весело спросил Лукич. «Нет». «Письма». «От прокурора? О рыбаках?» «Нет, Ксюша. Я не был на почте». «И пока господин прокурор раскачается, все то время тоже пойми». «А ты хорошей все, как яблочко наливное». «Мама, газеты привезли?» «Привезли, Боренька, привезли». «Ну, не тянись и не делай мне страшных глаз. Пока не умоешься, не покушаешь, хоть плачь, не дам тебе газет». «Я ведь тебя знаю, как уткнешься в них, то вообще про все забудешь». «А у нас сегодня и щи зеленые, и кашка гречушная в бараньем желудке». «Ты очень любишь такую кашку». И только умывшись, переодевшись домашнее, пообедав и отведав чайку, Лукич наконец-то добрался, заполучил свои газеты. Обычно он читал не спеша все от объявлений на первой странице до подписи редактора на последней. А сегодня развернул первую газету, хмыкнул, отбросил и вторую отбросил. «Боренька, что это ты?» забеспокоилась Клавдия Петровна. «Чай нехороший, что ли?» «Наступление, мамочка, провалилось, сколько же мы на него надежд возлагали, а?» подойдя к окну, Борис Лукич откинул штору и, упершись лбом в холодный косяк, с грустью смотрел на краски догоравшего дня. «Только у нас так бывает!» Все газеты подняли крик «Наступление, наступление!» «Враг бежит!» «Бесчетное число пленных!» Казалось, Германская империя вся рассыпалась уже, а получилось как? Крикнули губ, а прыгнули немцы!» «Боже, боже!» забеспокоилась Клавдия Петровна. «Значит, снова не будешь спать, а утром голова заболит. Опять такое?» «Бедный мальчик, все ранит его, все его обжигает, от всего он страдает, бедненький», подумала. «Боренька, нельзя принимать так близко к сердцу все неудачи, но нельзя так, до фронта далеко». Подойдя к окну, обняла плечи сына и прильнула щекой к его широкой спине. «Эх, женить бы его и как можно скорее». Сыну неделька, сыну годочек, сорок стукнула, а мамина голова все больше болит и сердце все больше ноет, а сына в ей судьбе. И в горницу вошла Ксюша. «Борис Лукич к вам Иннокентий пришел». «От же ж не вовремя, а?» «Вовремя, вовремя», счастливо заулыбалась Клавдия Петровна. «Иди». У крыльца потребительской лавки к вечеру собирались камышовцы, те, что все утро искали Иннокентия по селу и так и не сумели найти. Сидели на ступеньках крыльца и ругали его, на чем свет стоит. «Иш шокаянный! И куда запропастился такой идол?» Сказывает убег Антипа с сыном делить в заозерном краю. «Нет, Антипа он утром делил, а после на покосы побег. Там на покосах что-то стряслось, не сидится ему на феме дома? Ой, не!» Я и на покосы гонял на коне. «Уволокли кешку в напольный край!» «Уволокли! Вывезли!» «Жди теперь, язви его в печенке, а надо картошки окучивать!» «Ругают Иннокентия!» «Нельзя ругать, когда есть срочное дело, а его не отыщешь!» «Ругают, хотя, кроме Иннокентия, в комитет содействия революции выбраны и другие односельчане тоже, и председатель есть!» «Так председателю сунься, он из дому выставит!» «А кешка усатый, будь он неладный, в помощи не откажет!» «Нет!» «Вот он идет!» крикнула баба с крыльца, и разом все повставали, и Ксюша, услышав крик, худой, невысокий, стремительный. Иннокентий появлялся всегда неожиданно, эффектно, вечно в выцветшей солдатской одежде, залатанной на локтях и коленях. Солдатский пояс туго перетягивал талию. Обмотки аккуратно намотаны на крепкие ноги, и выглядит Иннокентий чуть фронтовато. Фронт! Только вот при ходьбе правую половину тела заносит вперед чуть-чуть, попредбать ковпекла, вперед чуть-чуть, скособочила мужика немецкая пуля. Вот так вот. «Здорово живем, соседи!» Пожилых по имени перечислил. «Здравствуй, дядя Явор! Здравствуй, пахом! Меня дожидайтесь!» «Тебя, тебя, Иннокентий!» Деду Явору как старшему уступают дорогу, кланяются низко, снимают он с лысенькой головы старую меховую шапченку. «Да кука кеха к тебе такая, что терпеть не могу. Живем мы, как знаешь, не бедно. Так куды там? Сенцы недавно пристроили. Есть теперь, где кадушки поставить? Есть! Где хочешь коромысло повесить?» По жизни в селе Рогачево Ксюша хорошо знала избы без сенок. Избы, где даже серп, литовки, ушаты, висят все во дворе, на наружной стене избы. А наши те сенцы. Хорошо знала жизнь, когда немудрящие сенцы за богатство считают. И чуть краснела. Прав был Вавила. Закрывши глаза, жила она в Камышовке. Ничего здесь не видела. «Сам знаешь, как я рабил», продолжает рассказ дед Явор. «Сам знаешь». «Скажешь, похвастался, да?» «Нет, не скажу, дед». «А-а-а!» А дед Явор лысый, сухой, лицо как-то картопля печеная. Руки трясутся, а было время, чуть свет начинал работать и в потемках кончал. «То-то не скажешь. Мозоли о, какие! Смотри!» И вытянул вперед руки дед Явор и развернул их ладонями вверх. «Сю жизнь рабыли!» Мозоль не буграми, а рукавицей наложено на ладошку, на пальцы. А донька хозяйство зорит, и управы на него не найду. Донька — это сын деда Явора, не дочка донька, я даже перепутал, малеха. Донька — это имя, оказывается, причем мужика. Сын деда Явора, постарше Иннокентия годов на пяток даже, даже так. Моя донька. Спокойный всегда, рассудительный донька. «Даже сказать равно», кряхтел дед Явор, и глаза его с красными веками слезой налились. «Покос не страда, самое сейчас времечко копейку растить, маслица подкопить, яичок собрать для базара, а он срамник ребятенкам прикажет яички варить. Ребятенкам все им, а такое у меня донька, донька. Ребятенкам воно яички на что? По что воно им такое? Разве работа от ребятишков разве так? В картошки скоромное масло кладет. Что то такое? Да не в масле дело. Сапоги мои, помнишь? Ну как же не помнить? Сам их у доньки брал, как Ульяну вел под венец. А то, а то и воно. Уж я их як берег, как я их то берег то, а? Бывало грязь, не грязь, а в церкву идешь босиком. На паперть зайдешь, ноги не только травой, а еще и трапочкой оботрешь, да и сапоги наденешь. шоб шоб церкви то перед богом сапожках надо бы стоять. 35 лет сапоги носив, пол села в моих сапогах обженілося. Скоро после епотской войны новешеньки подарил маму доньки новехоньки. Десять років не пришло, а сапоги на нем как на огне уже погорели. «Что то? Кто так носит? Не бережеш!» «Так прошу тебя, кеха, посяки, посяки ему водоньку!» «Дед Явор, да ты что? У меня такой власти нет». «Да не бойся, оно, конечно, донька сильнее тебя, совсем трошечки, донька, да он у меня послухмяный, слухмяный он у меня. Скажи, и сам вожжи тебе припасет, сам и на лавку ляжет, ты ему только скажи, супротив воли отца никогда не пойдет». Я сам его сёк третьего дни, да силы в руке уже вообще не стало. Махав, махав то вожжами, махав, махав, ой, аж нутро всё заболело. А он поднялся, да и сразу дрова колоть. Никого ему не доспелось, не не хаз знает. Предательница слеза так и покатилась по морщинистой щеке деда Явра. Ну, некому посек ты. Я, дед, сечь доньку не буду, и люблю я его, да и власти у меня такой нет. Фу, ты, и плюнул сердито Явр. Да какой же дурак тебя в начальнике выбирал, а? Кто такой? Начальник должен рассудок иметь и понимать, что к чему. Вот помню, годков двадцать исполнилось мне, и надо штоком истрястись. Живот у меня заболел, день болит два, а земля подсыхает, ее пахать надо. Отец умер, пахать значит некому, все. И дед пошел в волость. Волостной старшина тогда умница был. Он как призвал меня в волостную праву, так полеты горячих вложили. Так скажи, с тех пор ни разу живот не болел. Не. Так поучи уж доньку моего, выучи, сделай милость, ну, уважь, старика, ну, высеки. Да не могу я, дед Явор. Тьфу на тебя и на всю твою власть. Тьфу на тебя. Сапоги из фабричного хрома. Ты пойми, хромовые на высоких подборах. сапоги. Со скрипом для скрипа в стельке специально заложена береста. Со шкрипом. Это верх мечты деревенского парня. Да, шкрип лят. Как полагается, высеки ты его. А есть семьи, где сапоги фабричного хрома у каждого мужика. Даже так е. Пять пар на одну семью. Они признак благосостояния, экономической силы. Они как дворянская фуражка в городе, свидетельствуют о благонадежности мыслей сапога владельца, о надежде его стать купцом. Пусть распоследней гильдии, но купцом, да, обязательно. Других равных по силе желаний он не имеет, не. Дай сапоги. Таких семей в селе три, пять и обчелся. Остальной деревенский люд ходит в тех сапогах, что получил от матери при рождении, а в распутицу надевает выворотные самодельные бродни из домоквашенной кожи. Но бывает один день в жизни, когда необходимы хорошие сапоги. Это свадьба. Половина села сбегается посмотреть, как молодые выходят из церкви. На невесте должна быть фата, на женихе сапоги. И непременно, обязательно. А если еще красные, червонные, о-о-о, вот-о, тоже надо, а? А не ваши вот это, вот это. В каждом селе есть подвенечные сапоги. В каждом. Купил их крестьянин в минуту неожиданной удачи, когда замерцал перед глазами достаток. Да, купил. Но достатка к нему не пришло, а сапоги остались, воспоминания. И отдает их хозяин в аренду. Именно так, на свадьбу. И женятся в них все, кому они на ногу налезут, хоть на басую. Сапоги — это гордость деда Явора. Да. Раскроет бывало Явору кладку, вынет оттуда сверточек, завернутый в чистый холст, развернет его, и слеза умиления аж к горлу подступает. Целые сапоги. Целые. Это первый и последний подарок капризной судьбы. первое и единственное свидетельство ее благосклонности к деду Явору. Самые лучшие мои дни, воспоминания, сколько рубилы на те сапоги, а? Но пока они целые, не тускнеет надежда на близкую удачу. «Тьфу, тьфу, тьфу на тебя!» И дед Явор, махнув рукой, медленно идет от Иннокентия. «Тьфу!» Старенький, сухонький. Он еще больше сутулился от неудачных переговоров с представителями власти, власти. «Тьфу, тьфу на тебя!» Рубаха и портки, видимо, с сына обвисли на нем, как на жерди. Отойдя шагов пять, дед оглянулся с надеждой и даже потоптался на месте. Показалось, что Иннокентий может, может, одумался там. Шо, зря тфукал и приложил горстку к уху. «Ась!» «Кого?» «Приду, дедушка, и поговорю с Данилой». «А?» «Моя Данька!» «С сатаной говори, мне делом подобно помочь, делом надобно, а сказки сказывать я и сам вмею. Вот так-то тьфу на тебя!» и вздыхает Иннокентий. «Эх!» «Никто деду не поможет!» «Видать, придется ездить в соседние села, занимать сапоги на свадьбу». «Угу». «Кеха!» перебивает мысли Иннокентия дед Пахом. «Запозднял я с Покосом. Лихоманка была. Утром приехали мы на Деляну, а траву того. Последние копны на телегу уже грузят. вот так!» «Вот так!» Лихоманка» Лихоманка Лихоманка 18ОО выходит у нас новая серия Каждый божий день Все аудиокниги и все рассказы Находятся в нашем подвале Снизу Заходишь и там целая библиотека наших рассказов Старичок Заходи на пикничок Каждый божий день Восемнадцать ого Не пропустите А на сегодня шо? А на сегодня все Покедова, споки-ноки Чпоки, ага